Пехотинец Яков Иванович Вениченко И немцы хорошо были вооружены, поэтому наших, если так считать, наших погибало 5-6, а немец один. Потому что поле было усеяно, как слопы, понимаешь, солдаты все убитые лежат. Сразу же никто не подбирал во время боя. Но ребята ранены были, многие, да, кишки там, значит, ранения в живот, кишки висят. Говорят, браток, дострели меня, я говорю, нет, я своих не стреляю. Вот, ну я, все равно через час погибну бы солдат. Что же, никто же не перевязывает, ничего. На передовой-то не было, никаких санитаров. Холод, грязь, бесконечные многокилометровые марши. Всего этого в военной биографии Якова Ивановича было более чем достаточно. Летом 43-го, во время боев под Курском, Яков Иванович был тяжело ранен. В нескольких метрах от него разорвалась немецкая мина. Дарило, как это, как будто обухом по ноге, допустим, или грудную клетку сначала. Вот, вот, дверки сейчас они есть, я могу и показать. Вот они, самое, он же не заживает, так сказать, плеткой засел, вот, ямой, даже руками можете потрогать. Вот, или могу показать вам, Паш. Вот, ничего-то ты, ничего-то, ничего-то, эти вот, так и осталось, сравнение тяжелое, да, там, ребра винимали, когда, значит, осколки удаляли, понимаешь. Несколько месяцев госпиталя и опять на передовую. По словам Якова Ивановича, несмотря на все лишения, пот и кровь, солдаты честно выполняли свой долг. Хотя иногда бывало и по-другому. Западники, вот, дали пополнение, он, по-моему, стреляет в землю, в землю. Ну, что ж ты, пули портишь, самое, оружие, ни хрена не стреляешь. И собрались, вот, я помню, когда же Одер форсировали, собрались, понимаешь, в кучу, как сил Снояна, человек 10-12. И никогда не идут в бой. Ну, откуда-то появилась вот Маша, Аня с автоматами. У нас автоматов не было, а у них автоматы. Сейчас расстреляем, если не пойдете. Они пошли, черта, они ушли, девки. А мы что тут, я один, что с ними сделаешь? Они тебе прихлопнут, и все. И так они остались, западники, украинцы, понимаете? Поэтому там были такие, видимо, Бандера настропалил их. В январе 45-го, неподалеку от Кракова, подразделение, в котором служил сержант Вениченко, одним из первых, ворвалось в нацистский лагерь смерти Освенцем. Проволока там, значит, ну, уже, конечно, электрическая была выключена. Там было три ряда проволоки. Вот, если когда он действовал, там не убежишь, потому что проволока, значит, убьет током. А так разрезали, если бы, клещами, да, пролазили под низ. Ну, лагеря, девцы убежали сами, отступили. Увиденное в лагере потрясло наших бойцов. Яков Иванович до сих пор в деталях помнит подробности того дня. Все заключенные, они друг друга поддерживают, еле дышат. Вот, полумертвые. Вот, они шли, так сказать, обнимать, целовать. Вот, зашли в один барак, посмотрели, там кровь на полу, грязь. Ну, запах был такой, брат, потому что девцы сжигали живьем прямо там. Эти, которые уже не могли идти, они во рвы. Вот, бросали их и сжигали, обливали, видимо. Короче, все, этот запах был. Ну, знаешь, мы не ходили туда, нельзя туда подойти, что-то. Мы уже наблюдали, что-ли смотреть, что там было. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok